Гарантию Гарантию Волосы Выпадают Здесь весь смысл А если еще раз шуганят Вообще мало никому не покажется Как вы думаете, не боюсь, а Как я могу не бояться, когда я уже пережила первую Атомную станцию Или украинскую На сегодняшний день даже на машине На автомобиле ездить небезопасно, правильно? А это вещи такие серьезные Здесь просто надо все просчитать И учесть Не боюсь Я не могу сказать, что безопасно, но я не боюсь. Нет, потому что жить надо, и технический прогресс развивается. Да, нет, в принципе, наверное. Где мы, где стравец. Пока у нас альтернатив нет у других, другой энергии. Бояться тут сложно. Поживем, увидим, что будет. Но так однозначно, чтобы сказать да или нет, я не могу. Даст Бог, что все будет хорошо. Ни кольки, ни полоха. Потому что это вельми потребно для жахаров нашей республики. Я приветствую развитие атомной энергетики, учитывая то, что я сам энергетик. Да, больше боимся. Тем более там родители живут мои недалеко от островца в Сморгоне. И как бы это 30 километров, эта зона, сразу будет большой ущерб и экологии, и здоровью. Это ж российские специалисты строят. Я думаю, вряд ли они там все просчитают так до мелочей. Один раз наелись же уже. История показывает. Япония. Что же дальше? Не везде атомная станция есть. Азия. Все живет без станции, обходится каким-то. В Польше нет станций? Нет. Можно, мне кажется, жить. Будет эта атомная станция или другая. Мы же не планируем, где она будет стоять. И альтернативные должны быть источники питания. Все-таки атомная станция, а у нас своих электростанций маловато. Поэтому я думаю, что стоит нам заниматься этим вопросом. Я уже, кажется, знаете, уже пожил немного. Так особо бояться нечего. Бояться нечего, потому что, ну, все равно энергетика должна развиваться. И альтернативы, какое делать, гидростанции у нас много не построишь. Других каких-то на торфе или там на дровах. Мне кажется, это перспективное решение. Если будут все меры защиты приняты, то надо строить.